Губернатор Приморского края посетил Корейскую народно-демократическую республику и обсудил возможности по созданию туристических маршрутов. В свою очередь, корейская сторона заинтересована в открытии пассажирского железнодорожного, воздушного и паромного сообщения с регионом. Кроме того, они намерены презентовать свой тур-потенциал на выставках в Приморье и рассмотрят предложения об организации промо-тура. Также планируется проработать зимний отдых для приморцев. Олег Кожемяк осмотрел лучшие туристические дистонации КНДР, горнолыжный комплекс на перевале Масик, а также построенный, но еще только готовящийся принять гостей рекреационный центр на побережье полуострова Кальма, в котором одновременно могут разместиться 18 тысяч человек. 17 гостиниц, 37 отелей, 35 учреждений общественного питания и обслуживания, 29. И таким образом у нас у нас тут построены все обслуживающие учреждения. В ходе рабочей поездки губернатор края посетил Пхеньянский университет иностранных языков, передал книги о Приморье и познакомился со студентами, которые на уроке озвучивали сцены из фильмов «Чемпионы» и «Ирония судьбы» или «С легким паром». Особо отличившихся пригласили посетить регион в качестве дикторов на первых международных спортивных играх «Дети Приморья», которые пройдут в ближайшем феврале. Итак, мы продолжаем наш репортаж. Дамы и господа, есть повод для оптимизма. Круглов отлично идет по дистанции. Им остается обойти норвежца, и российский спортсмен станет лидером сегодняшней гонки. Ну, конечно. Бузочку. Очень хорошо. Прекрасно. Отлично. Присоединяйся к нам. К вам. Спасибо. Глава Приморья высоко оценил уровень владения учащихся русским языком и подчеркнул, что с учетом новой эры развития российско-корейских отношений, такие навыки обеспечат ребятам успешное будущее. Пройдет небольшое время, и вы сможете практиковать свои знания русского языка уже на практике. Вы будете работать гидами в тех туристических компаниях, которые будут привлекать сюда туристов. Будете водить их по прекрасным местам летнего отдыха. Вы находитесь на самом начале такого нового этапа наших отношений, этапа прекрасного. В трудное время вы встали с нами на одну сторону. Наше государство это ценит, помнит и с достоинством будет отвечать такими же шагами дружбы и укрепления нашего сотрудничества. Приморскую делегацию пригласили посетить монумент руководителям Корейской народно-демократической республики Ким Ир Сену и Ким Чен Иру. Также Олег Кожемяка побывал у мемориала воинам Советской армии, возложил венок по стаменту и почтил память павших воинов минутой молчания. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.